Песков раскрыл неизменный приоритет Путина, Песков заявил, что повышение уровня жизни граждан неизменный приоритет Путина. Вы знаете, я думал, что неизменный приоритет Путина это грабеж, воровство, алчность, то есть принцип спиздить все. А сейчас я понимаю, что я тут не заблуждался, но не видел совсем глубоко. А совсем глубоко неизменный приоритет Путина это глупость. Что бы ни делал Путин, он делает уйню. Всего больше, это 100%. То есть это человек, который всегда делает хрень какую-то. И только благодаря определенным случайностям и дегенератам подобным Ельцина он смог попасть в то кресло, в которое попал. И Песков заявил о возвращении антироссийских санкций бумерангам. Как они про этот бумеранг-то любят рассказывать. Песков заявил о бережном отношении к оставшимся в России компаниям. Их сколько осталось? Две, три, пять. Песков назвал важным представляющее выступление Путина на экономическом форуме в Петербурге. Вот меня спросили, о чем будет говорить Путин в Петербурге 17 июня. Ну, конечно, он не Беном Ньютона, это Путин. Понятно, о чем он будет говорить тут. Никаких проблем. Борьба с санкциями, конечно. И будет рассказывать, как успешно побороли санкции. Что доллар упал, что евро упало, что там туда-сюда. И это вот большая заслуга. На самом деле мы понимаем, о чем речь идет. Идет речь о том, что каналы грабежа России уменьшились. То есть, стали сосуды полный бляшек. Как если с человеком сравнить. Атеросклероз появился. Будет говорить о пути на восток, что надо там проводить азиатскую интеграцию. Скажет словосочетание азиатская интеграция. Или что-то подобное. Наверняка он же любит умничать. Ну, Китай, Индия, братья навек. Это 100% про это будет говорить. Противодействие экономическому давлению Запада. И будет призывать все страны экономически противодействовать давлению Запада. Бороться с долларом. Будет рассказывать наверняка про Африку. Что там прям вот сейчас начнется подъем замечательный такой в Африке. Про БРИКС, наверное, про Латинскую Америку. Ну, то есть, друзья Африка, друзья Латинская Америка, конечно. Друзья Арабы, БРИКС. И обязательно, я думаю, заявят. Хотя, не знаю. Давайте проверим. Я считаю, что обязательно заявят, что Россия готова финансировать крупные международные проекты. Я думаю, это принципиальный вопрос. Если люди, которые ему пишут речь, не дураки, то они это напишут обязательно. Что готовы финансировать крупные международные проекты. Давайте с вами посмотрим. Будет это или не будет. Также обязательно, я думаю, они напишут, если они не дураки, что необходимо совместно использовать океан, Арктику и так далее. То есть, Арктика обязательно прозвучит, океан, не знаю, прозвучит или нет. Может не прозвучать, потому что там все-таки не очень умные люди. И, возможно, совсем уж залупит про космос, что надо использовать экономический космос совместно. Там, блядь, Роскосмос у нас, а вот у Китая, а вот у Индии. А вот мы все вместе. Какие-нибудь там эти станции на околоземной орбите. Какие-нибудь полеты на Луну и там вообще использование, разработка полезных ископаемых на астероиде, Луне. Я не знаю еще, где он там будет их разрабатывать. Вот это очень интересно, скажет он это или не скажет. Потому что нужно уже показать какое-то движение вперед. Вот помните, как 7 ноября в России что-то погуглить. Я помню, 7 ноября 1917 года, то есть, после 5-го, 11-го, нужно было показать какое-то движение вперед. Россия движение вперед. Вот как назывался поезд, который, значит, там тематическая в нем выставка была. Россия движение вперед. А поезд ходил по кольцевой в Москве. Вот это Россия движение вперед. И по кольцу не хуже, чем в комедии строгого режима. Прям кто-то протроллер. Это сразу после 5-го, 11-го сделали, чтобы показать, что движение вперед должно быть. Межгалактический шахматный турнир. Конечно, то есть, он должен какие-то такие вещи задвинуть Путин, чтобы сказали ватники. Ну, видите, мы сейчас там американцев-то обгоним. А, ну и с точки зрения экономики, еще должен говорить обязательно о оружии. Да, то есть, о разработке России оружия, которое на мировом рынке славится и продается, и покупается, и все такое прочее. Ну, и прочую хрень. То есть, должен нести абсолютную пургу, чтобы понравиться ватникам. Ибо, конечно же, это будет не только для риторика такая местная, да, доморощенной, но и, конечно, для каких-то путинских дружков и любителей Путина по всему миру. Поэтому, он должен какую-то совершенно откровенную хрень нести, чтобы им понравиться. И сводился вред международных движений. Захарова назвала «Отличие настоящей интеллигенции в России». Вот, голосок раздавал с критикой, с непониманием или просто с каким-то оскорблением в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя настоящей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция, интеллигенция – это люди, которые, в первую очередь, знают историю своей страны, знающие историю нашей страны, никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов. Кого же они защищают эти воины и защитники? Кого? То есть, они защищают тех, от кого надо Россию защищать. Поэтому Захарова-то дура и всегда в мое время, да, но она помоложе, эта падла, но в мое время всегда был тезис такой, что интеллигент – это любой человек, способный правильно написать это слово. И я с этим абсолютно согласен. Ибо слово «интеллигент» произошло от слова «интеллект». То есть, интеллект, разумение, восприятие, понимание, да, тот, который понимает, понимающий, да, вот он интеллигент. Тот, который не интеллигент, он не понимает. Ну, если взять, как бы, вариант Фомы Аквинского, да, он тоже, кстати, писал, ну, для него это другой, как бы, вариант, да, у него ангелы, а не интеллигенты. Так вот, это актуально мыслящий. Актуально мыслящий. Что значит актуально мыслящий? Значит, обладать критическим мышлением. Или суперкритическим мышлением, если уж. Про ангелов, да. Вот. И. Так что, я не знаю. По поводу интеллигенции. Захарова точно не интеллигент. Вячеслав, вы Робеспьер или Че Гевара в душе? Я Мальцев, понимаете? В душе я Мальцев. Поэтому нельзя сказать. Многие вещи, которые делал Че Гевара, я бы не сделал. Но зато сделал все то, практически, что сделал Робеспьер. Помните, Че Гевара там удушил щенка, который лаял и мог привлечь внимание защитников режима Батисты. Вооруженных защитников. Ну, и он дал команду щенка этого задушить. Я бы этого не сделал никогда. Просто не смог бы сделать. Я бы лучше вступил в бой с этими чертями. А вот Робеспьер, он щенков не душил. Он голову на гильотине рубил пачками. Я бы это совершенно спокойно мог сделать. Вообще без всяких проблем. Но, в любом случае, я не тождественен ни тому, ни другому. Продолжение следует...